Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской рукой Люберцы. Как всегда, следим за событиями, которые здесь происходят. И, конечно же, приглашаем людей, которые так или иначе связаны с этим городским округом. Сегодня у нас в гостях журналист-общественник, председатель местной татарской национальной автономии Рустам Хусайинович Хансферов. Здравствуйте, Рустам Хусайинович. Мы коллеги с вами. Вы прежде всего журналист, а потом общественник. Или общественник, а потом журналист? Журналист, наверное, скорее всего, потому что профессиональная деятельность занимает больше времени, а потом уже общественная. Начнем с того, что поговорим мы сегодня, естественно, о главном, наверное, для вас событии. Это премия губернатора нашей Подмосковья. Потому что, я так понимаю, что много было проектов, принимало участие в этой премии. Ну, а вы стали победителем из-за, я так понимаю, что называлось это, месячник татарской национальной культуры. Да. Скажите, вот сегодня, когда с одной стороны мы говорим о... ну, существуют какие-то проблемы, как они всегда есть и так далее. Вот насколько сегодня можно, отодвинув все свои дела, заниматься вот исключительно в данном случае национальной культурой татарской? Много у вас времени на это уходит общественного? Ну, сложно... И, кстати, почему? Почему вы вдруг решили этим заниматься? Ну, сложно заниматься, конечно. Времени мало. Занимаюсь этим... Ну, общественная организация татарской национальной культурной автономии, она подразумевает то, что это общность людей по национальному признаку. Я татарин, вот поэтому... Самбух или да. Да. Ну, нет, ну, в жизни же не все же татары являются членами общественной организации и еще руководят тем более. Ну, вот так сложилась ситуация, что меня четыре года назад избрали, я был в Совете и... То есть это даже избираемая... Ну, да, общественная организация, да, конечно, проходит конференция, избирает Совет, Совет избирает председателя. Вот, есть в области региональная автономия, есть федеральная автономия татарская. Вот, в Подмосковье, ну, это, можно сказать, третья национальность, и у нас в Люберцах немало. Не все занимаются общественной деятельностью, многие, как бы, стесняются, может быть, боятся. Ну, а сколько человек в Люберцах, так примерно? Ну, в Люберцах где-то в районе пяти-шести тысяч татар, вот. Ну, в ближайшее время, я думаю, будет уточнение после переписи очередной. То есть ждет ли вылечения? Да, ну, не знаю, потому что сложно сказать, время такое непростое, многие, может быть, и боятся как-то себя идентифицировать с какой-то... Ну, не знаю, не знаю. Я знаю многих татар, которые, ну, как бы, нормально относятся, но не участвуют в деятельности в нашей жизни, то есть в мероприятиях, вот. Особнячком. Да, но в 15-м году в Малаховке Большой Сабантуй был, там было очень много людей, более трех тысяч человек, то есть, как бы, вот на какие-то знаковые большие мероприятия люди приходят. Вот, поэтому, конечно, временем мало этим заниматься, активистов тоже не так много, которые бы хотели, могли этим заниматься. Плюс надо учитывать то, что все-таки мы татары здесь, на территории, где, как бы, язык и конфессиональная составляющая не является основной преобладающей. Понятно, что татары там в Татарстане или в Башкирии, это совсем другое. Поэтому люди, которые сюда приехали, они себя больше ассоциируют, идентифицируют, как все-таки больше с русской нацией, с основной. Вот. Это сложно, потому что в семьях, понятно, все перемешанные браки. Ну, да. Да, на своей языке. Дети, которые рождаются здесь, да, уже. Да, в школах, понимаете. То есть, да, где есть бабушки и дедушки, они еще как-то пытаются разговаривать на татарском языке. Вот, поэтому общественная организация наша призвана к тому, чтобы, вот, как бы, поднимать эту культуру, самобытность. Все-таки, если у человека есть какие-то корни, да, основу, фундамент, это позволяет им развиваться и духовно, и творчески. Ну, вот, кстати, интересно сказали о том, что есть люди, которые не участвуют, да, в жизни и стараются как-то, ну, не выдавать в себе, да, человека, который... Принадлежит к этой национальности. Кто-то может вам сказать, вот вы как-то особняком так вот делаете, да, как-то выделяете, не ведет ли это к какой-то межнациональной розни, понимаете. Это я сейчас высказываю мнение тех людей, которые, возможно, к этому и прячутся. Знаете, разные времена, по-разному это происходило. Мы помним времена Советского Союза, да, целые национальные блоки. И как правильно вот эту свою национальную принадлежность преподнести именно так, чтобы это было интересно, чтобы человек гордился тем, что он имеет принадлежность к этой национальности. При этом он, естественно, как вы правильно говорите, чувствует себя здесь уже совсем другим человеком. Потому что если мы копнем, то в каждом из нас, ну, в большинстве из нас течет очень много разных национальностей, народностей. Как здесь правильно разграничить вот этот национальный вечный вопрос и вопрос национальной культуры, какого-то тепла, да, той или иной нации? Как вот вы этим занимаетесь? Ну вот как раз месячник татарской культуры, который мы задумали, он проходил с 19 ноября по 18 декабря прошлого года. Он как раз предполагал проведение таких мероприятий, где не только местные татары могли участвовать, а привлекаться и другое население. Допустим, приезжал в рамках месячника Буинский государственный драматический театр. Он провел три спектакля. Один на русском языке, один на татарском языке. И один детский на русском языке, вот, в Малаховке. И как бы, то есть вот это один из способов, механизмов. А то, что вы говорите, конечно, есть определенные угрозы. Да, когда сложно, люди пытаются найти врага, вот, это как бы естественно. И на своей территории люди всегда ремностно относятся к представителям других конфессий, других национальностей, народностей. Вот, поэтому стараемся, вот, тоже рисунок, конкурс рисунков. Это первое мероприятие в рамках месячника детских рисунков. Тоже там участвовали половина ребят, как бы, татары, половина из разных семей русских и других национальностей. Мы не стараемся идти в какое-то обострение, какие-то конфликты. Ну, просто кто-то вам скажет, да, там, вот вы есть, есть, вот сидите тихо и не вылазьте. Да, есть же такой подход. Вот, как вы с этими людьми, вы же иногда чувствуете это? Потому что, к сожалению, это очень трудно искореняемое во всем мире, да. Это при том, что Москва, такой мегаполис рядом, да, где, казалось бы, все настолько перемешано. И представить себе, что вот какие-то, ну, какая-то глобальная межнациональная рознь, очень трудно. До таких столиц в мире огромное количество. Но, тем не менее, такие люди есть. Как с ними попытаться наладить этот контакт? Ну, смотрите, вот мы ведем свою деятельность, но то, что вы говорите, у нас практически этого нет. Может быть, это особенность именно татарского народа, который, как бы, ну, очень тесно связан с русским народом. Вот, может быть, у нас протоязык был общий. Ну, естественный, да. И много слов, которые пересекаются. Плюс татары расселены, так же, как и украинцы, допустим, по России. То есть это говорит о том, что эти народы, они, как бы, единое целое. Вот. Понятно в отношении других национальностей, больше кавказских там и так далее, у которых и кровь горячая, и подход. Там может быть такая реакция еще, восприятие. Здесь у нас, ну, покажи любого русского, он физиогномический, он не отличится от татарин. Или татарина, который, ну, есть, допустим, у меня вот есть какие-то черты, там, матери, она из башкирского села, понимаете. Отец из Астрахани, то есть что-то нагайское какое-то есть по лицу. А так, в общем-то, татары русские, это примерно одно и то же. Ну, вот, действительно, нет такой же, да, как, помните, сейчас уже это не рекомендуют так говорить на средствах массовой информации. Ну, когда говорят, там, лица кавказской национальности, да, что такое странное, неопределенное. А вот лица татарской национальности никогда такого не слышал. Ну, да. Но мы, кстати, против выступаем, когда, допустим, какие-то происшествия или криминал списывают именно на... Национальную, да, техническую принадлежность. И конфессиональную принадлежность, тем более. Вот, это неправильно, потому что у каждого... В семье не без урода, это в каждой национальности, в каждой конфессии это все есть. Вот. Ну, я считаю, что в Подмосковье, в принципе, и в нашем округе более-менее, вот, межнациональные, межэтнические отношения и межконфессиональные, они нормально, то есть, спокойные. И администрация помогает нам, то есть, участвует в наших проектах. Мы совместно с ними что-то проводим и с другими национально-культурными автономиями. У нас здесь пять крупных таких национальных автономий и религиозных, с которыми совместно мы, ну, контактируем тесно, в общем-то. А вот те люди, которые участвуют, это хорошо, те, которые приняли для себя решение не участвуют, хотя, может быть, приходят на большие праздники, тоже понятно. А те люди, которые, ну, только вот сейчас впервые будут смотреть и захотят как-то поучаствовать в ваших программах. Что для этого нужно? Куда-то прийти, что-то подписать или онлайн куда-то зайти? Да, ну, у нас есть в социальных сетях аккаунты. Ну, Инстаграм сегодня самая, так сказать, распространенная. Люберецкие татары набираете, люб татары. А, вот так просто, да? Выходите, да, все контакты и мои, и там информация есть, плюс в Фейсбуке, в ВК тоже Люберецкие татары. То есть это как бы очень быстро, четко в поисковиках все это находится. И мы приглашаем всех, потому что, в том числе и потому, что в следующем году у нас юбилей, 20 лет нашей автономии. В этом году 20 лет, вот 30 ноября отметит региональная татарская автономия. То есть мы среди первых, вот 20 лет назад, когда появилось законодательство специальное об автономиях, здесь была создана общественная организация национальной культурной автономии. И мы в декабре соберемся, спланируем на следующий год мероприятие. Да, у нас 15 июня как бы обозначена официальная. Ну вот плюс-минус в этих пределах планируем в том числе и Сабанту, и возможно в Малаховке провести. Вот, пригласим, проведем, наверное, концерты татарских национально-культурных коллективов. Ну, будут мероприятия и для детей, и для взрослых. Месячники мы, кстати, проводили, в том числе конкурсы в социальных сетях. То есть, ну, пытаемся держаться, как говорится, в тренде. В тренде, да. Опять же, вектор направления задан, и понимаете, куда идти. Членский билет какой-то есть, или это просто вот сердечное участие? Да, это сердечное участие. Нет, ну, понятно, что у нас есть база, мы как бы общаемся с людьми, контакты. Ну, там деньги на какие-то, взносы платить нет. Нет, взносов нет никаких. Это общественная организация, которая вот, вот благодаря в том числе и участию в этом проекте, у нас есть возможность, и часть средств этих используют в следующем году. То есть, допустим, в этом месячнике у нас прямые расходы, там, около 60 тысяч были. Часть мы покроем, остальные пойдут на следующее мероприятие. Но благодаря тому, что кто-то предоставляет помещение, допустим, без оплаты, там, еще что-то, конечно, так бы расходы были бы выше. Понятно. Но благодаря вот так этому. Ну, собственно говоря, о премии и более конкретно уже о вашем участии в этой премии поговорим через некоторое время. Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях журналист-общественник Рустам Хасаинович Хансферов, а также он председатель местной татарской национальной автономии. Ну, теперь давайте поговорим о премии. Почему было принято такое решение? Или вас, как говорится, вам намекнули, что надо, либо вы сами решили принимать участие, вот. Потому что вы сказали, что проектов было много. Будем надеяться, что еще будут премии. Планируете ли вы в них участвовать и что будете подавать? Начнем сначала с того, что прошло. Нужно отметить, что я уже пятую премию получаю в нашей Подмосковье. То есть есть опыт проведения. Часть из них касалась, кстати, журналистской деятельности общественной. Потому что я возглавляю еще местный союз журналистов России, Люберцев. У нас там 53 члена. То есть журналистов, которые входят. Вот. То есть много проектов проходили. То есть для меня, вот, 7 лет проекту, для меня это реальный механизм, возможность получить дополнительные какие-то средства, во-первых. Во-вторых, популяризировать нашу деятельность и журналистскую, и вот татарской автономии. Здесь, ну, как бы есть опыт проведения различных мероприятий, проектов, создания их. Потому что есть формальные вещи, существует сайт, где надо все оформить, грамотно подать эту информацию. Вот. И благодаря, конечно, нашим активистам, которые участвуют в том числе на каждом этапе проведения этих мероприятий, вот появилась такая необходимость и в этом году, в прошлом году, точнее, ну, в 19-м подать новый проект. Вот. И надеюсь, что мероприятия, связанные с 20-летием уже автономии, они тоже будут как-то оформлены в какой-то единый проект, и мы в следующем году, если премия будет проводиться, обязательно подадим заявку. Вот тут интересный такой момент. Вообще, говоря о любой премии, да, есть люди, которые хотят ее получить. Вот вы говорите, пять раз принимали участие. Вот когда вы подаете проект, хочется же победить, но есть вероятность, что нет. Вот здесь какие-то... Или, знаете, как кто-то скажет, да, понятно, ну, Союз журналистов России, директор, главный редактор Люберецкого информагентства, мы еще об этом не сказали. Ну, как не откажут-то в премии? Это автоматически должно? Нет, дело в том, что эта премия, она особенная. Может быть, слово «премия», оно немножко не подходит, нельзя сравнивать с телевизионами, немножко другое. Это не совсем конкурс. Да, это как бы конкурс проектов, но здесь, ну, вот смотрите, в этом году 20 тысяч проектов подали. Обязательным условием было, чтобы ты защитил его еще. Это 9 тысяч. То есть, понятно, часть проектов, которые, ну, подали, и как бы они уже, ну, не надеялись на то, что это будет как-то оценено и так далее. А вот из 9 тысяч, тысячи. То есть, конкурс как бы достаточно большой. Плюс большая экспертная группа. Это около 70 человек по разным направлениям. Она смотрит и отсекает какие-то вещи, понимаете. Есть, понятно, что формальные, но там надо обосновать значимость проекта. То есть, что оно реально дает. Охват. То есть, это очень близко и похоже на грантовую систему, которую у президента есть. То есть, вот эти вот моменты, где ты говоришь, что вот у тебя охвачено 5 человек. Или охвачено тысячи человек. То есть, мы охват нашего месячника оценили где-то в тысячу человек. То есть, да, мы сложили тех людей, которые физически принимали участие на всех этапах. Плюс мы еще охват через СМИ. Да, я журналист, и мы как бы используем этот канал по всем СМИ. На сайтах, в интернет. Если это областное СМИ, оно немножко расширяет горизонт. То есть, косвенно охват примерно такой. И это ключевые моменты, по которым эксперты как бы оценивают. Понимаете? Плюс новизна. Создание чего-то нового, проведение. Вот. Потом, я думаю, есть как бы деление неформальное по направлениям, по номинациям. То есть, допустим, по этноконфессиональным направлениям какой-то, да, выделен объем, что должно столько-то проектов каких-то пройти. И там уже идет соревнование, когда отсекают, выводят определенный объем проектов. Из них уже идет выбор, где-то преимущество. Нет, уверенности. То есть, вы закладываете, я понимаю, да. Уверенности нет. Но закладываете много для того, что если там, значит там. Если, ну, правильно, подход так и должно быть. Нет, уверенность всегда субъективные моменты в оценке в том числе. Я года три назад был тоже в экспертном совете. И тоже у меня там было определенное время, где-то полторы недели, чтобы 170 проектов просмотреть. И видишь, когда есть, ну, такие выражения, типа пустой проект, или который не имеет значения, там, и так далее. Или он проведен на, ну, вот в школе подает там преподаватель проект, который на профессиональных, как бы в профессиональное время, в профессиональных ресурсах используется. Ну, это тоже, мне кажется, не должно быть этого. То есть, премия, ее цель подтянуть вот активистов, общественников на местах, которые занимаются вот кропотливо, кто-то там по интересам, что-то делают реально, понимаете. А понятно, что желание у многих поучаствовать в этой премии. И вот тут очень важно, потому что вот эта поддержка наших вот, нас, активистов, общественников, у которых реально нет бюджетов там, но как бы есть желание, цели, вот заниматься конкретно этой деятельностью. А что премия дает? Это какая-то сумма денег, да, которую вы можете использовать? Да, в этом году тысяча премий там по 150 тысяч, но это существенно, в наше время это существенно. То есть, она росла, раньше было три категории премий, то есть, там определяли 500 тысяч, 200, 70, кажется, тысяч. Сейчас как бы усреднили, вот, тысячу премий, одинаковая сумма, примерно 150 тысяч, плюс за вычетом НДФЛ, то есть, подоходного налога, то есть, официально получаешь все как бы. Хорошо. Руслан Александрович, хотел еще поговорить немножко о вашей профессиональной деятельности, по общественной мы сейчас поговорили, о профессиональной. Все-таки сегодня журналист, с одной стороны, звучит гордо, с другой стороны, мы видим с вами то, что происходит, скажем, два таких у нас есть лагеря, да, серьезные, государственное телевидение и так называемое где-то, телевидение, государственное средство массовой информации и, назовем их так, оппозиционное средство массовой информации. Вот вы как считаете, как главный редактор Люберецкого информагентства, директор, журналист сегодня призван чем заниматься? Какая его главная задача? Потому что есть такое ощущение, что в последнее время, почему, например, многие остаются в интернете, да, не хотят слушать радио, не хотят смотреть телевизор? Потому что, с одной стороны, какие-то глобальные проблемы поднимаются, да, они нужны, да, государственный уровень, глобальный. С другой стороны, кто-то все время чем-то недоволен, да, и ты не понимаешь, а где же я, человек настоящий, где мои проблемы? Да, ну, есть такая тема. Надо понимать, что мы все-таки выросли, журналистика наша выросла из советского времени, где была монополия, как бы государство на источнике. У нас была одна-две газеты, у нас был телевизор, и до сих пор люди старшего поколения... Приучены, кто-то... Да, они, вот, если какая-то информация, я по телевизору услышал, все. То есть это является для них просто... Сто процентной правды, да. Истинная, да, стопроцентная истина. Вот. Сейчас все непросто. Надо понимать, и уже, ну, люди большие, они признали, что у нас изменилась формация. Мы, в принципе, находимся в... Ну, если традиционные, так сказать, терминологии используются в капиталистическом способе производства. То есть в этих условиях, когда меняется экономический базис, должна меняться и политическая, ну, я имею в виду общественно-политическая надстройка. Это не только органы власти, которые вот к этой системе сейчас пытаются подходить. Потому что мы наблюдаем, да, что власть стала открытой. То есть мы знаем, где вот глава каждый день там бывает. То есть раньше этого не было. У каждого свой инстаграм там. В котором тысячи, да, комментариев. То есть очень быстро люди научились использовать эти механизмы, инструменты для того, чтобы решать свои проблемы. И они реально решаются. То есть когда к главе или губернатору приходит там по 500, по 600 комментариев, там у меня яма, здесь у меня вода течет и прочее. То есть начинают формироваться новые механизмы обратной связи. Вот. Конечно, падение тиражей подписчиков, бумажных, допустим. Это все проблема, потому что новое поколение, которое воспитывается уже в новых условиях экономических, оно... Ну вот недавно тоже в Сочи был форум журналистов, и там большие люди говорили, ну вот 20 секунд, 30 секунд на экране информация. Внимание держит. Все. Мы привыкли, мы раньше читали. У нас развиваются одни участки мозга. А в этой ситуации, когда ты смотришь, совершенно другие участки. Но это еще говорит о том, что ускоряется время. Время очень ускоряется. Для принятия решений, особенно молодым, они это понимают. И мы, те, кто уже в возрасте, мы понимаем, что мы немножко опаздываем для того, чтобы вот в этой новой системе как-то выживать. Вот. А всегда журналист на местах. Именно местной прессы, не федеральной. Он как санитар в любом случае остается. Мы остаемся санитаром, потому что приходят люди со своей проблемой, темой. Мы пытаемся поднимать. Не все мы можем, конечно, поднять. И очень важно, какая власть местная на местах. Как она реагирует на вот эти наши позывы и людей. Она везде разная. Вот. И поэтому от того, как решается этот вопрос, будет зависеть авторитет журналиста наших, наших СМИ. Который помогает решать проблемы простому человеку. Да. Сейчас, в связи с тем, что экономика меняется, мы как бы говорим, что мы в правовом государстве. А это надо знать. Все свои права. Люди не знают до сих пор. Вот мы и опрос проводим на сайте газеты «Панорама». А знаете вы о своих льготах? Многие... Там есть ответ. Я знаю, но не пользуюсь всеми. Я не знаю. У меня не доходят руки до этого. Ну да. Я не пользуюсь. То есть очень многие вещи юридические мы не знаем. И вот тут СМИ, оно играет важную роль. Или, допустим, в понедельник мы слышим доклад ЕДД-112. Сегодня обращение в эту систему 50% знаете по какой теме? По какой? Справка. То есть люди используют эту систему, чтобы узнать информацию. Это говорит о том, о чем? О том, что наши СМИ, и в том числе власть местная, она не доводит до конца информацию всю. А ее очень сложно довести, потому что, я еще раз говорю, правовое государство, новые экономические условия требуют настолько понимания, может быть, даже квалификации образовательные у людей, которые нет, чтобы это все доводить. Ну и тут журналисты должны помогать. Спасибо. Спасибо большое. Рустам Хусейнович Хансферов, журналист, общественник, председатель местной татарской национальной автономии, победитель премии губернатора нашей Подмосковьи. Еще раз вас поздравляем. Надеемся, что это не последняя премия. Ну и напомню также, что Рустам Хусейнович директор и главный редактор Ливерецкого информагентства. С вами был Николай Пивненко. Программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин